А, так, приветствую, приветствую вас, друзья, у нас сегодня битва замков, как это ни странно, не забудьте сегодня прийти вечером на стрим, будем проходить битву гильдии, я надеюсь, лампово каким-то образом вместе с вами, ребятушки, пообщаемся, но в целом сегодня выходит, я бы не сказал бы, что информативное видео, но если такого плана видосы вам нравится, я вас очень прошу поставить лайк, написать комментарий, подписаться, не подписаться, сами уже думайте, Потому что когда-то такие видео очень хорошо заходили на моем канале, я скажу больше, такие видео и позволили моему каналу, хоть сейчас это и не верится, разрастись, скажем так, на огромнейшее количество ребят подписчиков, потому что люди даже на мой канал ходили не сколько за информативностью, а ходили именно, возможно, за каким-то разгильдяйством, душой, душевностью, ну вот что-то с этим связано, а даже скорее не информативные видосы, а вот именно какие-то такие побалаболить, о чем-то порассуждать, и давайте сегодня тоже этим займемся, потому что я зашел в официальную группу, в официальную группу нашей игры ВКонтакте, и как бы там что-то полистал, и немножко угорнул с некоторых тем, ну давайте сегодня разберем вообще посты, что тут, что тут происходит, я сюда попадаю не очень часто, но как бы, тем не менее, было бы классно на это все посмотреть, а во-первых, во-первых, вот эта фоточка, я считаю, топ, вот эта фоточка, ребятушки, топ, но в комментариях у нас реклама гильдии, как я понимаю, да, а не фотографии, ну вот, идем дальше, что тут еще публикуют? Вот, хвастаемся удачей, это понятно, этот пост, наверное, делается для того, чтобы вот насытить, скажем так, порыв всех людей, которые хотят похвастаться тем, то, что они выбили того самого единственного и за 150 самоцветов, потому что у меня на стримах просто постоянно эти люди, им нужно похвалиться обязательно. Дальше, тут, кстати, прикольная тема, смотрите, что есть. Так, слушай, если кто-то подумает, что это реклама официальной группы, идите в задницу, я бы был бы рад, если бы это была реклама, реклама, и мне бы платили, мне просто, я сюда настолько редко захожу, что я когда зайду, такой, о, нихера себе! Смотри, веди статистику своей гильдии, дорогие замковладельцы, сегодняшняя новость будет особенно полезна для тех, кто... Ох ты, ёлки-палки, вот сейчас мне будет это всё жужжать. А, дорогие замковладельцы, сегодняшняя новость будет особенно полезна для тех, кто так или иначе связан с управлением гильдии. У каждой гильдии свои нормы и принципы их выполнения, но суть одна, как правило, результаты битвы гильдии заносятся в табличке Excel, Google Docs или куда-то либо ещё. Чтобы облегчить эту задачу, Андрей Акуленко, один из наших игроков, создал специальный сайт, на котором любой из вас может начать вести статистику своей гильдии, и чтобы затем просматривать её в виде наглядных таблиц и графиков. Мы предлагаем вам присоединиться к этому проекту, чтобы вместе его дополнить и улучшить. Для этого необходимо обратиться к Андрею в личные сообщения группы по ссылке ниже за доступом и начать собирать данные. Всё это абсолютно бесплатно, нужно лишь ваше желание. Узнать подробное о проекте, найти ссылку на сайт, а также задать интересующие вопросы можно в группе. Castle Clash Stat. Ставьте лайк, если давно мечтали об удобном способе введения статистики. Вот, конечно, вот это вот всё классно, вот это всё замечательно. Кто тут? Кто тут? Кто тут? Кто тут? Андрей? Андрей. Вот, короче, Андрей, парень красавчик, парень молодец, я ему респектую. Если вам это интересно, переходите, ищите и так далее. Единственное, я не понимаю, почему в общий доступ, скажем так, это всё не выкладывают. Ну, почему нужно писать этому парню, вот, как бы, чтобы он вас там в регистре давал ссылку на сайт, ну, что-то такое. А почему нельзя просто ссылку на сайт, и чтобы все зашли и всё делали, как хотели? Ну, то есть, как-то странно, знаешь, это одно и то же. Ты сейчас туда по ссылке перейдёшь, а там у тебя будет реклама пикаперов. Точнее, не пикаперов, а каперов, там, и ставки на спорт, и вот это вот всё. Ну, это просто мои шутки и предположения, но, тем не менее, странно, почему нельзя сразу ссылку на сайт поставить. А может быть, такие правила группы, может, они не имеют права, но суть не в этом. У меня просто вопрос к IGG. Почему Андрей, там, не знаю, Вася, Саша, там, Игорь, почему они должны этим заниматься, почему этим не занимается IGG? Почему до сих пор в гильдии нету никаких нормальных статистик? Почему нужно пользоваться сторонними сервисами, своими ручками, своим вниманием, и всё это вручную заводить и прочее? Это же так легко взять и сделать статистику. Эта статистика даже в Clash of Clans, прости меня, господи, есть. Почему это нельзя ввести в игру? Почему кто-то должен брать и, скажем так, на общественных началах это всё делать? Почему до сих пор в голову китайских разработчиков не может закраситься мысль, что, наверное, через 5 лет существования гильдии было бы полезно такую вещь для игроков сделать. И какую-то общегильдийную статистику топовую, сколько какая гильдия где набила, а кто там в совокупности очков на первом месте, там, и вот это вот всё. То есть не хватает конкретных статистик как внутри гильдии, так не хватает и статистик, скажем так, между гильдиями. Да, там, какая гильдия самая активная, там, какой процент у какой гильдии, там, скажем так, атака, атака, короче, битва за факел, да? Потому что часто гильдии ленятся, там уже давно КГшки не нужны и не ходят. Вот это, вот это всё было бы интересно. И почему это разработчики не могут сделать? А кто-то должен вот пытаться, стараться и вот это вот всё дело мутить. Очень странно, друзья. И этот вопрос я уже задаю, наверное, разработчикам года три. И прям умоляю, пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь. Секреты и советы. Приглашаем новичков задавать вопросы по игре, а опытных игроков делиться своими советами в комментариях. Ясно? Так, вот это. Вот с чего я на самом деле реально угарнул, респектанул и офигел. Вот с этих ребят. Вот прям вообще красавчики. Смотрите. Необычный попутчик, часть 2. Это причём уже вторая часть. Я первую часть сейчас не нашёл, но давайте посмотрим. Дорогие замковладельцы, сегодня мы продолжаем знакомить вас с путешествием зефирики вместе с семьёй Майка из гильдии Коза Ностра. Для тех, кто по каким-либо причинам пропустил первый пост, рассказываем. Майк взял зефирку с собой в поездку, в ходе которой покажет ему разные города, интересные места, а также познакомит героя со своими дружными сагильдитами, с которыми Майк будет встречаться во время поездки. Ну это же, это ж невероятно круто. Вот. Респектоска за Ностра. Во второй части нашего рассказа мы хотим поделиться с вами частью фотографий насыщенной программы поездки. В этот раз публикуем фотки из заповедника в Гобустане. К моему превеликому стыду я не знаю, что это за город. Наверное, мои какие-то географические познания где-то остались в седьмом классе. Долины вулканов. Я, кстати, был на одной из долины вулканов. Это остров Лансерота. Да, если не ошибаюсь, это остров Лансерота. Там прям такие марсианские виды. Ну ладно. И пламенных башен. Сейчас Майк и его семья зефирка находятся в Баку. Вы можете встретиться с Майком, а также сделать фото с его машиной, на капот которого нанесена аэрография золотой зефирки. Те из нас, кто разместит подобное фото со своим IGGID, платформы, устройство и хештегом Zephyrikatur в своем инстаграм получат по 750 самоцветов. Ну вот, ребята, ну вот реально. Я понимаю, что в Китае все жадны. Ну какие 750 самоцветов в наше время? Ну почему, ну хоть без 5000 даже и не лезь. Почему нельзя по 5000 раздавать? Ну елки-палки. Связаться с Майком и договориться о встрече вам вот так в ВКонтакте. Приглашаем вас поддержать эту инициативу лайков и следить за новостями о поездке. Слушайте, давайте я лайкну. И даже, даже репостну на своей стене, вот, дальше репостну в сообществе, дальше репостну еще в одном сообществе. Везде, короче, репостну, потому что ребята реально красавчики. Да, да, я не буду скрывать. Конечно, странно выглядит аэрография зефирки на капоте Volkswagen на Tiguan, если я не ошибаюсь, да? Вот, ну фотки, конечно, замечательные. Замечательные. Это все странно выглядит. Вот, ребята просто респектоз. Молодцы, красавчики, я за вас болею, я хочу, чтобы у вас все получилось. Ну это странно выглядит, но почему бы и не да? Почему бы и не да? Вот, такие вещи будут осуждать только, я не знаю, какие-нибудь зануды, вот, которые, может быть, у них даже и машин нету, а может быть, они еще слишком маленькие, чтобы получить права. И кто-то скажет, что это прям фу-фу-фу, но, блин, почему нет? Вот, решили ребята приколоться, решили сделать путешествие, играют много лет, как и я, в эту игру. В игре нашли себе много новых друзей и решили сделать аэрографию. Почему нет? Просто единственное, что я на свою машину, я бы этого, наверное, не сделал бы. Я бы это не сделал бы и, наверное, просто еще на белой машине, на белой машине, это как-то смотреться будет, но, я не знаю, короче, я же вам показывал. Ну, вот, я не знаю, вот, какую мне сюда наклейку надо фигачить. Ну, машина серая. То есть, ну, тыкву на капот. Я готов, я готов. Вот, была бы у меня наклейка тыквы. Вот, IGG, пришлите мне, пожалуйста, наклеечку маленькую такую вот тыковки. Знаете, там, сантиметров 10 на 10. Я ее долбану. Я ее долбану, короче, вот, на заднее стекло, короче, долбану. Вот, с удовольствием. Вот здесь вот в уголочек я ее долбану. Пришлите мне, пожалуйста. Вот. Ну, просто, вот, я бы, честно, на свою машину так, как бы, не нанес бы, тем более аэрографию. Окей, наклейку, но аэрографию. Но, ребята, прям, вообще респектосы. Ну, и хотя на белой машине, почему нет, прикольно выглядит. Машина семейная. Вот, потому буду следить, следить за ребятами, потом найду этот первый изначальный пост и гляну, что, как у них вообще будет. А вообще, кстати, они меня вдохновили. У меня же есть, мне же разработчики, я так видео и не снял, мне же прислали эту фигурку тыковки. Вот, за что им огромнейшее спасибо. Вот, я, может быть, ее возьму с собой на свой, скажем так, отпуск. Понимаете, у нормальных людей отпуск длится неделю, две недели, месяц. А у меня отпуск будет длиться три дня. Я полечу в Норвегию, и мы там с двоюродным братом будем делать, скажем так, восхождение на самую высокую гору Норвегии. Я возьму туда тыковку эту маленькую. Ну, сфоткаю ее, что ли. Сфоткаю. Вот. Ну, как бы, это, конечно, не аэрография на машину. Кстати, это же аэрография, это пипец как дорого на самом деле. Это пипец как дорого. Вот, будете смотреть на приключения тыковки при восхождении в гору. Вот. Ребятам, еще раз говорю, красавчики, удачи им большущие, чтобы проблем в дороге никаких не было. Я, на самом деле, сам лично мечтаю взять куда-то, отправиться в путешествие на машине. Плевать, хоть по Европе, хоть по России, хоть, не знаю, там, в Таджикистан. Вот, у меня такая мечта, но, к сожалению, по деньгам и по времени у меня это никаким образом не получается. Я хотел поехать, скажем, в ту же Норвегию на машине всей семьей, но там не получалось по выходным, с выходными у моей жены. И плюс выходило очень дорого, потому что там нужно было плыть на пароме. И, как бы, там очень-очень много всяких таких неприятных замутов. И это же надо делать с ребенком, а с ребенком на пароме не особо кайфа 9 часов плыть. И отказались от этой идеи, потому я один полечу на самолете. Если бы мне вернули самоцветы, которые я потратил на роллинг. Я бы с удовольствием сейчас вернул бы те 10 тысяч баксов, которые у меня вложены в основной аккаунт. Я бы решил бы столько своих проблем, вы себе не представляете. Конечно, там часть денег, это деньги подписчиков, которые мне помогали там с приобретением Вальтора, Некроса, Огнекрыла. Но все равно моя даже лично вот сумма, что я вот херачил, очень-очень дофига. Добрый день, замковладельцы. Предлагаем вам устроиться поудобнее и посмотреть 3 интересных ролика от старичков рубрики, которые мы отобрали специально для вас. Это, наверное, единственный из 20 роликов, в котором я не сильно, скажем так, обсираю, наверное, разработчиков. Но по факту, по факту, нет, только не князь, он унылое говно. Я не спорю, я согласен, в этом ролике так тем более, да. Я соглашусь, ребята, с вами. Иди нах, князь. Слушай, надо лайкать этих пацанов. Надо лайкать, давай сначала старые, да. Вот. О, боже, тут сколько. Так, соглашусь с вами. Давай, тебя тоже лайкну. Ну реально, ну как же князя можно смотреть? Как же князя можно смотреть? Князь сраный нытик. Да, я такой. Тут есть что-то, кроме рекламы гильзи? И скриншотов героев. Короче, тут три вещи в комментариях. Или тут скриншоты героев, или реклама гильдии. Или то, что я унылое говно. Мне нравится. На этом все. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Большущее спасибо, кто досмотрел до конца. Еще раз пожелаю удачи ребятам из Коза Ностер, которые устроили путешествие с аэрографией на машине. Вот, зефирика. Я бы тыкву туда нафигачил бы. Если бы у меня была белая машина, я бы туда фиганул бы тыкву. Но с аэрографией потом машину трудно продать, на самом деле. Хотя, если ты на капот фигачишь, ну что там капот этот, если что, перекрасить? Вообще ерунда. Решил машину продавать, взял капот, перекрасил. И как бы это нормальная вещь. Там сколы заодно, да, уберутся. В принципе, да. В принципе, да. Ладно. Всем пока.